Это не страшно, биология, конечно, самая нескучная из наук, но нам всё-таки придётся договориться о терминах. Что такое старение? Есть очень много разных определений, но вот мы используем вот такое. Биологическое старение — это постепенное и согласованное ослабление функций организма, более-менее всех функций. И само по себе это, может быть, и не так страшно, но слабеет себе и слабеет, ничего такого особенного. Но, следующий слайд. У этого есть очень неприятный, не то чтобы побочный, а главный эффект. С возрастом увеличивается вероятность смерти. Вот тут обычно в этом месте моей лекции я пытаюсь оторвать студентов от их планшетов словами о том, что мы все умрём. И это достаточно ясная вещь, и хотелось бы попозже и без всяких страшных осложнений при этом. Мы над этим работаем, но тем не менее это так. Но вот поскольку мы стареющие организмы, это тоже так, к сожалению, то с каждым следующим годом вероятность умереть у нас увеличилась. То есть если вы отпразднули день рождения, то вероятность, что вы отпразднуете следующий, она уменьшается от года к году. Это, опять же, некий грустный факт, но это и есть определение старения. И вот тут я обычно прошу студентов вычислить их собственную ожидаемую продолжительность жизни, с чему они тоже очень радуются. Но наглядный пример. Мне только что исполнилось 42 года, а студенты, которым я рассказываю, им порядка там 17-18-19. И моя вероятность не дожить до 43-летия уже порядка почти 10 раз больше, чем у них. Что-то во мне уже предошло. Хотя я прекрасно себя чувствую, мы вместе гоняем в футбол, я их обыграю, потому что я немножко умнее играю. Но что-то там такое происходит. Вот с этим-то мы и попробуем разобраться. Следующий слайд. Итак, есть две точки зрения на это вот что-то. Есть точка зрения классическая, которая мне очень не нравится. Не нравится она, ну, в том числе из-за высказывания знаменитого геронтолога Алекса Комфорта, «Никогда не поверю, что телега и лошадь стареют одинаково». А вообще принятая точка зрения на старение, что мы очень сложные механизмы, у нас накапливаются мелкие ошибки, их становится все больше и больше, ошибки вызывают новые ошибки, и в конце концов что-нибудь ломается, и мы умираем. Но так стареют телеги и механизмы. А живые существа, будь то лошадь или человек, мы умеем сами себя чинить. И поначалу очень хорошо с этим справляемся, а потом вдруг что-то происходит. Вот нам кажется, что это что-то, это результат работы некой специальной генетической программы, заложенной в наши гены, в наши клетки, в наши ткани, целью которой, целью работы этой программы является свести нас в могилу. Звучит довольно мрачно, но на самом деле это крайне оптимистичный взгляд на вещи. Почему? Потому что с накоплением ошибок ничего сделать нельзя. Для этого нужно какие-то новые системы создавать, как защищаться. Биологи этого не умеют, и когда научатся... В общем, то, что искусственный интеллект мощный появится раньше, настоящий, это точно. У него просто спросим, если он захочет нам сказать. А вот если есть какая-то программа, результатом которой является смерть, эту программу можно сломать. Ломать не строить. Это мы тоже еще не очень умеем, но все-таки гораздо лучше, чем строить. Вот поэтому эта точка зрения очень оптимистичная, и она дает нам шанс. Следующий слайд. На самом деле, не мы первые придумали эту идею. Еще знаменитый Август Вейсман, вот весьманистом органисты, по нему названный в своей лекции в 1881 году во Фрайбурге, сказал, что нет никаких сомнений, что все живые организмы несут в себе семена смерти. Он был гений, поэтому это гениально емкое определение. Он еще ничего не знал ни про ДНК. Ну, про гены, как-то, естественно, догадывался после Менделя, но он очень приблизительный. Но он сказал, что смерть есть свойство живой природы. Следующий слайд. Другой очень умный человек в середине 19 века, Альфред Уоллес, это друг по переписке Чарльза Дарвина, сформулировал, зачем вообще эта смерть может понадобиться. Для эволюции, так и все в биологии. Если есть вид, у которого есть смерть, то есть у которого родители умирают, освобождая дорогу молодым, у этого вида будет несомненная преимущество перед остальными, если которые живут долго и родители засоряют популяцию. Следующий слайд. А можно следующий? Не нажмите? И вот до середины 20 века, точнее, в общем-то, до 72 года, я бы вот на этой лекции еще полчаса рассуждал про всякие виды смерти, было бы очень интересно, но была бы чистая философия. Потому что я экспериментальный биолог, все, чего нельзя потрогать руками, его, на самом деле, для нас особо не существует. Так, ну, потрепаться на кухне. И в 72 году ситуация изменилась, потому что вышла вот эта статья в британском онкологическом журнале, которая описала процесс запрограммированной гибели клетки, не всего организма, не целого животного, а отдельной клетки. И оказалось, что... Следующий слайд. Да, с тех пор прошло много лет, но все так изумились, что клетка умеет умирать не от непереносимости внешних условий, а по строго определенной программе, что вот не так давно я запросил базу данных всех медицинских и биологических статей по обмену на слово апоптоз, вот этот процесс запрограммированной гибели клетки был назван апоптозом, так вот выяснилось, что больше четверти миллиона работ уже сделаны по теме апоптоза, а каждая работа — это труд от 5 до 10 человек в течение 2-3 лет. То есть, на самом деле, биологи так наполовину они занимаются вот этой гибелью клеток. Следующий слайд. И надо сказать, что уже много чего нарыли. Если бы здесь был специалист по апоптозу, может, такие биологи есть, у меня бы сейчас полетели всякие предметы, потому что это очень утрированная и упрощенная схема того, как клетка сама себя убивает. Я ее показываю, ее даже в таком разрешении особо-то не видно, но это не важно. Суть в том, что за каждой из этих стрелочек есть серия экспериментов, которые показывают, что, получив определенные сигналы извне или изнутри клетки, включаются разные гены, гены дают специальные сигналы, передают их друг другу, и все это кончается тем, что клетка сама себя убивает. Более того, ее можно спасти очень простым способом. Ну, можно так перебить эти стрелочки, там, всякие химию, а можно просто не дать ей энергии. И у нее не хватит сил саму себя убить. Вот такой забавный факт. И вообще, как сейчас понятно, в 99% случаев клетки умирают не потому, что они больше не могут жить из-за невыносимости бытия, ну, только если мы их не вскипятили, конечно, а потому, что они запускают себе программу контролируемого самоубийства. Следующий слайд. И в этот момент наш научный руководитель, академик Скулачев, это не я, это мой отец, он предложил новый термин феноптос, который описывает запрограммированную гибель организма. Итак, запрограммированную гибель клетки существует, все эти куча народу уже доказала. Это за последние уже скоро 50 лет. А может ли он умереть запрограммирование организма? Это немножечко странно, если инстинкт самосохранения, как-то это вот контуинтуитивно. Ну, давайте посмотрим. Следующий слайд. Ну, есть совсем очень простой элемент логики. Бывает организм, который состоит из одной клетки. Например, пивные дрожжи. Сохранится телевизия. Следующий слайд. Так вот, не так давно у них был открыт процесс апоптоза. Запрограммированной гибели одной клетки. Для них это и есть гибель организма. То есть, во всяком случае, дрожжи это умеют делать. Вот мы очень гордимся, что русский биолог положил основной вклад в открытие вот этого механизма, какие гены, какие сигналы, когда включаются в клетки пивной дрожжи, чтобы она сама себя умерла. И тут, кстати, начинается уже всякое интересное. Что дает дрожжам сигнал на смерть? Феромон. Дело в том, что дрожжи, как и многие существа, умеют размножаться бесполым образом, делением, но когда ухудшаются условия, им понимают, что нужно наплодить новых дрожжей с новыми функциями, они хотят перетасовать гены и включать в себе половое размножение. Сигналом к этому они начинают как сигнал выделять феромон, определяя, кто там мальчик, кто девочка, что у них очень сложно все устроено. Так вот, именно этот сигнал на половое размножение является сигналом на то, что они заводят себе смерть, включая эту. В нашей книге, где мы это описали, есть даже такая глава «Любовь и смерть в пивных дрожжей. Душераздирающая история». Следующий. А вот более сложный организм. Ну, опять же, дрожжи, одна клетка, там мало ли чего у них бывает. Это резушка талии, аробидопси стелиана или на лабораторном жаргоне аробидопса. Самые любимые биологами растения, потому что оно самое маленькое, живет всего 5 недель, очень маленький геном. Вообще, некоторые считают, что Господь Бог изобрел аробидопси специально для биологов, чтобы было удобно работать. Так вот, досужие бельгийские биологи изучали процесс цветения аробидопсиса. Это однолетнее растение, оно когда цветет, образует стручки, после этого загибается. Несколько недель этот цикл занимает. Они сделали мутанта, у которого выключили два гена из более чем 10 тысяч генов аробидопсиса. А этот мутант жил там, когда нужно, нужных недель попытался зацвести, появились цветочки, правда, какие-то немножко недоразвитые, они действительно испортили. Но на пятой неделе он не умер. И на шестой, и на седьмой, и на восьмой. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это фотография этого аробидопсиса, через 14 месяцев, однолетнее растение, которое редко живет дольше двух месяцев в живой природе, оно начало давать новые розетки листьев, чего у него не бывает, оно вытянулось вверх, у него начало деревенеть ствол, листья стали мясистыми и толстыми. Заметим, что биологи, чтобы вот так вот спасти от запрограммированной гибели это существо, это растение, ничего нового не делали, они только испортили. То есть когда-то аробидопсис был большим и гордым деревом или древовидным кустарником, а потом завел себе более быструю смерть из неких биологических соображений, которые сейчас я опущу, но они тоже довольно интересны. Следующий. А вот еще замечательный пример. Опять же, растения, они бывают однолетние, явно, что это должно быть запрограммировано, не очень интересно. Это животное, богомол. Всем известно, что в процессе спаривания самка отъедает голову самцу. Такая грустная история про любовь и смерть у богомолов. И всю жизнь считалось, что это из-за того, что они очень свирепые животные. Действительно, видите, как он вооружен, вообще это такая машина убийства на самом деле. И в норме как бы самец к самке никогда не подойдет, но момент спаривания, понимая, что деваться уже некуда, он все до нее добирается, тут она его сжирает. Кто успел, оплодотворил, кто нет, извини. Полужины вместе. Выяснилась интересный деталь, что у самца семяизвержения не может произойти, пока у него есть голова на плечах. Это характерно для многих животных, но для богомолов это строго и жестко. И ему нужно отрезать голову, чтобы специальные сигналы, тормозящие этот процесс, перестали поступать в половые органы, и вот этот акт замечательно завершился. И не рассказывайте мне, что это случайно так получилось в природе. Это действительно заложенный природой механизм. Ну тут убийство, самоубийство на самом деле самцов-богомолов, в котором есть четкий смысл разнообразить следующее поколение богомолов, чтобы один самец мог размножаться только один раз. Это очень многих существ есть. Следующий слайд. Это есть даже у млекопитающих. Вот эта замечательная зверушка, австралическая сумчатая мышь, ее самцы тоже, к сожалению, для них, к счастью для этого вида, который очень хорошо приспосабливается, размножаются один раз. После сезона гона, сезона размножения, у этой мыши сходят с ума на почечники, у самцов, начинается гормональный шторм в крови, и они умирают от страшной почечной недостаточности. Таким образом, они могут размножаться только один раз. Тоже, безусловно, это происходит не случайно, это запрограммированный процесс. Следующий слайд. И вопрос, при чем здесь старение? Потому что мы как-то по-другому как правило умираем. Разные бывают истории любви и смерти, но все-таки нам можно размножаться много сезонов, и это нам в этом смысле повезло. Мы считаем, что тот факт, что мы стареем, это такой же механизм биологического самоубийства, заложенный в наши гены, так же, как у богомолов или у арабидопсиса, но просто он растянут во время, он сделан более медленным, печальным образом. Следующий слайд. И в этом мы видим глубокий эволюционный смысл. Опять же, тут это некий философский, мы пока не можем это четко доказать, но они выглядят разумно. Представим себе двух зайцев. И вот в результате небольшой мутации один заяц получился чуть более умным, чем другой. С точки зрения эволюции зайчьего вида надо бы вот это вот свойство закрепить и передать следующее поколение. Но свой совсем маленький. Пока зайцы молодые и здоровые, они оба прекрасно убегают от лисы, то что один чуть умнее не дает ему решающего преимущества. Допустим, что лиса это главный фактор естественного отбора у зайцев. Но вот мы начнем их старить. Причем начнем старить очень рано, они в репродуктивном возрасте, с ними все хорошо, просто у них чуть-чуть хуже иммунная система, чаще кашляет, чуть-чуть хуже работает сердечная сосудка система, сердечко пошаливает, мышцы уменьшим, из-за явлений саркопении, которое начинается очень рано. Почему футболисты в 30 лет стоят дешевле, чем в 25? Потому что саркопении начинается сразу будет в 20, наше уменьшение объема мышечных волокон. Но при этом футболисты прекрасно размножаются, как мы знаем. Так же и молодые зайцы. И вот в некий момент общий перформанс организма зайцев он снизится, и он с лисой, от которой он пока был совсем молодой легко убегал, он начнет так более-менее 50-50 быть. И вот тут тот, кто умнее, у него будет решающее преимущество. Он заметит ее чуть раньше и сразу убежит. И вот для вот этих, для зайцев вот этого поколения вот это маленькое преимущество даст им возможность выжить, накладить зайчат. Таким образом, за счет, из-за чего? Из-за старения. Таким образом, старение, на наш взгляд, позволяет поднять из-под шумов маленькие признаки, которые на простом, молодом, сильном организме были бы незаметны. Так что это так же, как и все остальное, что изобретено природой, это способ ускорения эволюции. Следующий слайд. Следующий пропустим. И тут вот дальше начинается уже более экспериментальная и более серьезная биология, потому что... нет, нет, давайте еще. Тут можно сформулировать гипотезу. Вообще-то, не всем надо так уж быстро эволюционировать. А если с помощью старения и таких вот самоубийственных программ, вообще-то дорого и неприятно. И, опять же, интенсивность самосхоронения никто не отменял. Поэтому есть мнение, что если вид что-то невероятное изобрел, то он может позволить себе отказаться от старения. И похоже, что это правда. Давайте попробую это проиллюстрировать. Доказать не смогу. В биологии вообще очень мало что можно показать. Можно только формулировать гипотезы и смотреть, они подтверждаются или нет. Следующий слайд. Вот это тварь, дрожащая, землеройка. Живет на поверхности земли, умирает от голода, от холода, ее жрут все, кому не попади, все время изменяются условия, ее жизнь ужасна. Поэтому ей нужно очень быстро эволюционировать. И она стареет, живет там полтора-три года в зависимости от конкретного вида. Следующий слайд. А это ее очень близкий, ну практически родственник. Тоже насекомоядная, тоже очень маленькая, с той же скоростью метаболизма, тоже такая шерстистая вся из себя. Летучая мышь, которая живет, вот недавно вышла работа, больше 50 лет. И похоже, что не стареет. Почему? Потому что это эволюционный новатор. Они себе такое изобрели, полет, эхолокацию, что никаких проблем, которые есть в землероке, у них нет. Они плевали на эту изменяющуюся среду. Они не улетят в другую пещеру, там все по-прежнему. Следующий слайд. И вообще таких примеров довольно много. Мы даже целый календарь выпустили с примерами нестареющих животных. Вот оттуда эти вот картоны. Это крокодил, у которого тоже проблем в жизни довольно мало. Это царица наших озер щука, которые чем старше, тем более тем мощнее и плодовитее. Это гренландский кит, морской еж. На самом деле примеров довольно много вот этих новаторов. Следующий слайд. Но самый любимый наш новатор это, конечно же, голый землекоп. Это такая мышь, которая живет в Африке. Вот здесь вот историческая встреча академика Скулачева и голого землекопа из Африки. И по всем параметрам она должна была бы жить как мышь, а может быть даже меньше, потому что она тщедушная, голая и вообще довольно неприятная. Следующий слайд. Вот. Такая сосиска с зубами. Но вот здесь очень интересный график. Это вероятность смерти, зависит вероятность смерти от возраста. У нас это экспоненты, как я уже сказал. Чем мы старше, тем больше шансов не дожить до следующего дня рождения. А голый землекоп на это плевал. Это горизонтальная линия. Он не стареет, он не болеет раком, у него очень маленькая чувствительность к боли, мощнейшая иммунная система. Вообще это такой, какой-то супермен. Следующий слайд. А вот на этом слайде человеку на 4 года меньше, чем землекоп, которого она держит на своей руке. Они изобрели очень крутую вещь. Это так же, как люди, эосоциальные животные. А мы, кстати, может даже и не эосоциальные, мы просто социальные. У них есть, они живут такими муравейниками и размножаются, то есть имеет значение для эволюции только царицы и несколько мужей у нее. А вся остальная колония из нескольких сотен землекопов их защищает, кормит, обслуживает. И, в общем-то, у них жизнь прекрасна. Следующий слайд. Поэтому они могут и дальше не эволюционировать. Ну, обращаю ваше просвещенное внимание, что мы тоже такие неплохие новаторы. Мы изобрели очень крутую вещь. Мы умеем передавать информацию в следующее поколение не только с нашими генами, но просто с речью, поскольку у нас очень тонкий речевой аппарат, чего, как я понимаю, не было у неандертальцев. И у нас есть мозги, чтобы эту речь воспринять и что-то переварить. Это очень круто. И в результате действительно, как мы знаем, человек перестал эволюционировать довольно давно. Когда нам что-то не нравится в окружающей среде, мы не ждем, пока у нас какая-нибудь мутация появится, чтобы приспособиться. Мы изменяем эту среду под себя. И, безусловно, у человека, как у голого землекопа, у летучей мыши, у гренландского кита, старение исчезнет. Очень скоро. Через 500 тысяч лет, через миллион лет. И это, в общем, то, о чем мы рассказывали, такая достаточно очевидная для биолога вещь. Другое дело, что лично мне от этого ни тепло, ни холодно. Хотелось бы как-то побыстрее. И опять, я не ставлю точку в моем докладе в этот момент, потому что у нас есть определенная идея, как это побыстрее сделать. Следующий слайд. Итак, у нас есть вот эта вот злонамеренная программа старения, которой вот этого было у землекопа уже нет, он догадался, как ее отключить. Надо просто повторить этот успех. Следующий. На прошлом ГИП-Пекинке в Москве передо мной выступал психолог, который специализируется на экспертах. Чем эксперт отличается от неэкспертов? Владимир Спиридонов, замечательный такой ученый. Он сказал, что эксперт, когда подходит к задаче, он очень долго думает над одним, одной вещью. Задача вообще разрешима или нет? В отличие от навещанка, который сразу врубается в решение. Давайте подумаем, а вообще это возможно или нет? Следующий слайд. Если это возможно, то должны быть какие-то на это указания. Если это биологическая программа, не бывает биологической программы, которая работает от и до железно без изменений. Они все регулируемы, потому что природа не дура, она понимает, что все меняется, все может быть изменено. И действительно, в процессе старения есть как минимум один железно доказанный способ его регулировать. Это ограничение питания. Если животное ест меньше, оно живет дольше. И раньше думали, что это из-за того, что у него медленнее метаболизм, там все происходит медленнее, медленнее себя сжигает. Нет, ничего подобного. Эффект пропадает, если животным дать понюхать еду. То есть он так же голодает, но знает, что еда где-то рядом и стареет с нормальной скоростью. Это работает на мухах, это работает на червячке Си Элеганс, который был упомянут в предыдущем докладе. Это работает на мышах, на крысах. И похоже, что это даже работает на приматах. Вот совершенно чудесный опыт идет в Америке, сейчас завершается. Там немножко противоречивые результаты, но фотография очень показательная. Слева старая макака Резус, ей под 30 лет, это для них предел жизни, которая ела столько, сколько хотела всю свою жизнь. Ну и состарилась, ведь она облезла, это как положено макаке Резусу. А это из этого же эксперимента, того же возраста обезьяна, но она ела всю жизнь на 30% меньше, чем левая. И смотрите, как она замечательно выглядит. Правда, вот ее взгляд мне не нравится. И поэтому просто пожалуйста, не бросайтесь голодать прямо вот с завтрашнего дня. Почему? Хотя заметим, что, например, во всех религиях есть посты, поэтому временное голодание действительно доказано, это полезная вещь. Это улучшает ваше здоровье, а следует, наверное, тормозит старение. Но как метод это для человека не подходит. Ну, во-первых, из-за этого взгляда. Во-вторых, из-за того, что мы-то будем все время знать, что еда где-то рядом, это что все Макдональдсы убрать с улицы. Ну, в общем, это нереализуемо. В общем, это довольно неприятный подход, его невозможно продать клиенту. Но можно искать какие-то кнопки, которые нажимают отсутствие еды, это не сам факт, отсутствие, это какой-то сигнал, и пытаться их эмулировать какими-то веществами. Это один из самых перспективных подходов к борьбе со старением. Следующий слой. И дальше еще я позволю себе углубиться в некие философства, не до конца доказанные, но мне кажется, что это категорическая правда. Дело в том, что не все люди стареют с одинаковой скоростью, похоже. и тут мы можем апеллировать опять к тому, что такого нового мы изобрели как биологические существа. Ведь мы же не изменились с первобытных времен. Когда в первобытном обществе возникал человек, который живет, когда он уже не может размножаться, в климаксе. То есть бабушка и дедушка. Почему ему разрешали жить в пещере и занимать чужое место, а от соседнего пещерного медведя это было абсолютно запрещено? У них не бывает, вообще у большинства животных не бывает менопауза, они сразу умирают, как только у них падает репродуктивная функция. Потому что бабушка или дедушка могут передавать информацию в следующие поколения и могут быть очень полезны для вида. Но не все это делают. Некоторые бабушки и дедушки тупые, некоторые мизантропы, некоторые вообще у них куча своих дел. И поэтому разумно предположить, что где-то у нас есть механизм распознавания, а ты какая бабушка и дедушка, ты чужое место занимаешь? Или все-таки ты полезен для общества? Что нужно распознавать? Очень простую вещь. Здесь вокруг тебя уже, не знаю, можно с измольства, можно уже в менопаузе, неважно, собираются люди, лучше, моложе тебя, и ты им что-то такое вещаешь, что твоя программа старения вообще-то должна быть замедленной, значит, полезен для вида. Поэтому я страшно благодарен всем вам, что вы здесь собрались. Может быть, вот те минуты, что я вам рассказываю, я не старел. Но похоже, что это работает. Вспомните, какого-нибудь своего профессора, который до 80 лет гонял аспирантов по кафедре, а потом на 82-м году его кто-нибудь подсидел и отправил на дачу, читать Ключевского. Скорее всего, этот профессор умер в течение одного-двух-трех лет от какой-то болезни, о которой он даже не подозревал, что она у него есть. Потому что он был настолько болезен для вида с точки зрения программы, поскольку вокруг него все время он чем-то рулил, причем именно людьми, ничем другим первобытные люди не оперировали, что программа замедлялась, 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 работала максимально медленно. А как только этот стимул исчез, она включилась на полную катушку, он сгорел. И это подтверждается статистикой. Следующий слайд. Вот если вы мужчина и вы нобелевский лауреат, то ваша вероятность дожить до 90 лет порядка 16%. Если вы просто мужчина, то это меньше какой-то, по-моему, десятой доли процента. До 90 доживают очень немногие. Если вы ученый и лучший академик РАН, это тоже круглые проценты. И вот у этой статистики все интересны, как говорят программисты, бага, дирижеры, которые живут даже дольше ученых, хотя ничему на самом деле не учат. Но они каждый день собирают вокруг себя огромную толпу и ею рулят. С точки зрения первобытной программы это что-то очень важное. Ну все же собираются. Следующий слайд. Это, кстати, результаты абсолютно научного исследования, статистического, сделанного в Питере Владимир Николаевич Манисин у нас лучшим геронтологом. Но, опять же, это некая статистика, она довольно часто бывает обманчива. Мне как молекулярному биологу хочется ощупать механизм, а как же все-таки это может быть устроено. Смотрите, следующая статья не так давно опубликована в одном из лучших американских журналов. Следующий слайд. Здесь изучали действия разного типа удовольствия на иммунную систему. А иммунная система, между прочим, это наше все. Сейчас уже все склоняются к тому, что у нас хорошая иммунная система или плохая, это определяет абсолютно все в том числе и скорость старения. Так вот, оказывается, я об этом не знал, существует два вида удовольствия. Гедоническое и эвдемоническое. Гедоническое это хорошо поесть, расслабиться, с таким полным животом, а вот тебе хорошо. Такое плотское удовольствие. Там может быть не только еда, там еще всякое другое может быть. А эвдемоническое это удовольствие от завершенного проекта, от построенного дома, от наконец с выросшего ребенка, которым ты гордишься, от правильно исполненной молитвы и явно, что ее услышали. Вот это удовольствие от совершения. Так вот, по действиям человека внешне абсолютно одинаково. Мы расслабляемся и мы счастливы, что от одного, то от другого. Но по действию на иммунную систему оказывается, оно противоположное. Гедоническое удовольствие угнетает иммунную систему, ускоряет старение, а эвдемоническое стимулирует иммунитет и замедляет старение. Это как-то вот очень хорошо согласуется вот эта теория полезных и вредных бабушек и дедушек. Следующая история. Так что, в общем, вывод такой, что для того, чтобы стареть медленнее, нужно не очень много есть, вообще думать о чем ты ешь и вести себя прилично и быть полезным. Ну, скукотища смерть была. Это еще Оскар Уайлд, я точно не помню его цитату, он говорил, что я готов на все, что угодно, чтобы не стареть, но только не ограничивать себя в потребностях и не быть полезным членом общества. Но я это рассказываю, опять же, не в обучательных целях, вы, наверное, и сами знаете, как себя вести, а что для меня, как биолога, это дает указание на то, что эта штука регулирует, что можно найти какую-то таблетку, кнопку нажатия биологическую, и чтобы это, и что-то такое заметить, что замедляется, когда мы полезны, или когда мы голодаем, и тому подобное. И вот за оставшиеся 15 минут я повторюсь вам рассказать, как мы это что-то ищем, и у нас скорее всего получается, чем не получается. Следующий слайд. Для этого нужно чуть-чуть порассуждать о том, как вообще мы могли бы стареть. Вот если нужно убить живое существо быстро, это просто. Можно отъесть ему голову во время спаривания, можно устроить гормональный шторм, это все понятно. А вот как растянуть этот процесс нам долгие годы. Следующий слайд. Следующий. Тут приходит на ум некий исторический анекдот о смерти Наполеона на острове Святой Елены. Говорят, что роялисты настолько боялись, они очень хотели убить, но сразу делать не решались. Поэтому они подсыпали в пищу небольшое количество мышьяка, каждая отдельная доза была совсем не смертельна, но он накапливался, в конце концов доза стала смертельной, и он умер как бы от естественных причин. Вот это был бы хороший способ для старения. Что-нибудь такое, какой-то яд синтезировать в организме, а мы же совершенно биохимические лаборатории, можем синтезировать черти что, от угарного газа до альдегидов. И вот этим себя потихонечку троить. И в конце концов где-нибудь сломается и организм умрет. Вот такой вариант. Следующий слайд. И действительно, на самом деле это одна из самых популярных теорий старения, свободно-радикальной теории старения. Мы синтезируем страшный яд, активной формы кислорода, свободные радикалы. То, что они нас старят, об этом догадались Дэнхэн Хармон на умолч-эммануэль еще в 60-х годах 20-го века. Но тогда считалось, что мы в основном эти свободные радикалы получаем извне плохой экологии, ультрафиолеты и прочих. И как раз с ними должны помогать бороться антиоксиданты, которые всем известны. Как выяснилось, ничего подобного. Мы этот яд синтезируем сами. Именно этим объясняется то, что намазаться снаружи коэнзимы Ку-10 не очень помогают. Следующий слайд. И откуда же они берутся? Следующий. В каждой нашей клетке есть замечательная органелла. Самая вообще изумительная часть клетки биологической машины называется митохондрия. Она выполняет очень простую функцию. Следующий слайд. В ней сжигаются в кислороде питательные вещества. И образующаяся энергия запасается сначала в виде электричества, а потом превращается в молекулу АТФ, в универсальную энергетическую валюту. И далее, которая потом тратится в любом процессе, где нужно тратить энергию. Следующий слайд. Так вот, выяснилось, что у этих самых замечательных митохондрий, такие пузырьки, которые есть в каждой нашей клетке, есть и темная сторона. Это главные продуценты вот этих самых свободных радикалов, ядов, которые живут внутри нас. И без них жить нельзя, потому что их функция это дыхание. Без них мы не сможем дышать. Следующий слайд. Это уже довольно подозрительно. Но еще более подозрительно, что продукция свободных радикалов в митохондриях растет с возрастом. И вот тут это некий уже конкретный шанс. На самом деле, почему митохондрии так гадят и почему это растет с возрастом, уму непостижимую. Мы там философствуем, что есть некая большая кинетическая программа, которая заставляет вот так вот подкручивать этот вентиль газовый все больше и больше. На данном этапе это не важно. Мы вот почувствовали запах крови, как биологи, у нас есть цель. Если не дать им этого сделать, если не дать им увеличивать продукт свободных радикалов с возрастом, что получится? Следующий слайд. Это можно делать очень просто. Надо взять антиоксидант и с инженерить его таким образом, чтобы он залезал внутрь митохондрии и только митохондрии, и там ловил свободные радикалы, ибо это и есть работа антиоксиданта. Следующий слайд. И мы придумали такую молекулу. Она состоит из двух частей. Из самого мощного антиоксиданта, который мы сумели придумать, пластохинон из растений, соединенный с очень хитрым веществом, который называется ионами Скулачева. Потому что когда американские биохимики узнали о том, как работает эта штука, они настолько изумились, что в 1974 году назвали эти ионы ионами Скулачева. И главное свойство в том, что почувствовав рядом хоть что-то живое, они залезают в клетку, а в клетке внутрь митохондрии, во внутрь внутренние мембраны. Больше никуда. С точностью до нанометров. И используется при этом никакая не биология, даже не химия, а чистая физика. Они положительно заряжены, но при этом могут проникать сквозь мембраны. А митохондрия – это единственное отрицательно заряженное место в клетке. Вот за счет такой нехитрой логики можно адресовать то, что тебе нужно в митохондрии. А что нужно? Допустим, антиоксидант. Следующий слайд. И вот такое вещество было синтезировано в МГУ в 2005 году. И с тех пор мы с ним возимся. У нас несколько сотен ученых в самых разных моделях. Мы пытаемся проверить, что происходит. И наша работа в наших обзорах называется довольно нагло. Попытка предотвратить старение. Метахондриальный подход. Следующий слайд. За эти годы мы на самом деле довольно много всего наработали. Вот именно про это и рассказывают те самые три пары студентам. А сейчас вам вынужден дать тут некий вывод. Оно похоже, что оно работает. Следующий слайд. А вот понажимайте несколько раз. Это всякие разные статьи, которые мы очень гордимся. И картину, которую, может быть, кто-то из вас даже видел в СМИ. К нам все время приезжают журналисты рассказать про то, что в подвалах МГУ вывели бессмертную мышь. Это не совсем так. Но так или иначе, на верхнем снимке типичная, кстати, это мышь не из подвала МГУ, а из института онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Старая мышь, порядка больше 600 дней, и она выглядит, как старая мышь, самка. У нее искривлен позвоночник, она лысенькая, она потеряла усы, что означает, что она уже не может размножаться для мыши. Самки – это очень важный признак. Видим, может, они некрасивые без этого. И скоро она умрет от старости. А это ее сестра, практически клонный, с того же помета, того же возраста. Но с молодых когтей она с питьевой водой принимает небольшие количества вот этого нашего митохондриального антиоксиданта, который мы назвали СККУ. Слово сейчас будет у нас мелькать. Вот на СККУ никаких этих признаков не видно. Следующий слайд. Но самое главное, что похоже, что и внутри она гораздо моложе. Тут не буду объяснять графики, чтобы сэкономить время, но факт состоит в том, этот результат повторен в нескольких лабораториях, теперь уже больше 10 лет прошло, на крысах и мышах. Они с возрастом не теряют способность размножаться. Это их свойство не уменьшается. Это очень суммарный признак старения. Его нам удалось практически ликвидировать просто приемом этого антиоксиданта. Следующий слайд. И еще порядка 30 разных признаков у разных животных. Мы увидели, что прием этого вещества либо замедляет, либо останавливает. Иногда даже удается обратить вспять определенные признаки старения. Следующий слайд. И тут я далек от мысли сказать, что мы нашли вот ту самую кнопку, если нажать, стареть не будем. Нет. В природе устроенных гораздо все сложнее, все распараллельно. Эти мышцы все равно умирали. Но просто делали это позже, и главное, их период молодости практически удвоился. Просто наша жизнь, это не просто жизнь или смерть. Это скорее такой баланс. Умирание клеток и появление новых делений или дифференциаций стволовых клеток, как уж разные клетки по-разному. Нам кажется, что применение нашего антиоксиданта этот баланс немножечко так вот поддавливает сторону жизни. Таковы наши результаты на животных. Следующий слайд. Ну и за оставшиеся 7 минут я постараюсь вам рассказать, какие же у нас успехи на человеке. Потому что про мышей-то многие могут всякого разного рассказать, а не в этом наша цель. Наша цель все-таки сделать лекарство от старости. Следующий слайд. Но точнее, не лекарство от старости. Потому что старость — это не болезнь. А болезнью можно заболеть или не заболеть, там подхватить или не подхватить, а старость с нами случается обязательно. И поэтому вещество, которое мы пытаемся придумать и внедрить в человеческую практику, оно нарушает естественный ход вещей. Поэтому это такое не лекарство в одно слово. Следующий слайд. Дело в том, что такие вещества могут попасть в организм только в виде лекарств. Это не может быть БАДом, для этого не придумана еще даже классификация. Поэтому вынуждены мимикрировать. Используя следующую логику. Нам кажется, что если вещество что-то делает со старением, то замедляет оно или нет у человека, это мы еще будем очень долго разбираться, но оно должно быть полезным при каких-то старческих болезнях. То есть оно должно быть лекарством от этой болезни. Поэтому это мы и пытаемся доказать. Следующий слайд. Следующий. Да, и тут у нас есть план. Дело в том, что разобраться со старением человека меньше, чем за 30 лет нельзя. Но эксперимент не будет поставлен. Мы стареем с такой скоростью. Поэтому все невероятные открытия Стэнфорда, а еще хуже из Нижневартовска, об обнаружении средства от старения, это профанация. Все сообщения в газетах, что в МГУ, СКУ, теперь это средство от старения, тоже профанация, потому что не прошло еще этого времени. Но у нас есть план. Итак, следующее. Нажмите. Сначала мы найдем ту маленькую старческую болезнь, которая позволит применить нам вещество на человеке. Следующий слайд. И мы ее давно нашли. Выпустим первое лекарство от этой болезни. Более того, это мы уже сделали, видите, 15-й год, вот здесь. Следующий слайд. Более того, очень удобно. Это лекарство местного применения, потому что очень тяжело получить разрешение таких абсолютно новых веществ на весь организм. Нам гораздо проще лечить что-нибудь одно. Например, глаз. Мы сейчас к этому перейдем. Если все сработает, это будет подтверждением, что все скорее правильно, чем неправильно. Ну, в биологии вот такие выводы из положительных экспериментов. И тогда мы сделаем препарат, который уже для всего тела, для всех клеток, как у тех мышей замечательных, от Анисимова. Следующий слайд. Но поначалу это будет лекарство от какой-то конкретной старческой болезни. И лет через 10 мы сможем добавить еще несколько болезней, ну, собрав статистику применения или проведя на самом деле клинические испытания. Следующий слайд. И тогда вот лет через 20 мы сможем, опять же, проанализировав статистику, как вообще пациенты, когда принимают вещество, они стареют медленнее и быстрее, сообщить вам результаты. Получилось или, ну, может быть, не получилось. Что будет достаточно печально, но, с другой стороны, не очень. Потому что пока ты не доказал, что вещество лечит конкретную старческую болезнь, тебе не разрешат его вывести на рынок. То есть какие-то болезни мы должны будем в этом процессе вылечить. И вот этим мы и занимаемся и будем, я надеюсь, заниматься в ближайшее время. И, опять же, за совсем уже короткое время я расскажу о наших успехах и неудачах на этом поближе. Следующий слайд. Дело в том, что мы заметили, что животные, которые принимали эскаку с едой, они не слепли с возрастом. Отсюда возникла идея, что, может быть, вот в качестве первой болезни, которую лечить местным применением, взять старческие болезни глаз. Это очень удобно. Следующий слайд. Мы замешали эскаку в состав лекарственного препарата, глазных капель визамитин. Пожалуйста, не бросайтесь в аптеку их покупать, их нужно приписать офтальмолог. Я просто рассказываю, как proof of concept, что работает это на человеке или нет. Следующий слайд. И провели клинические испытания при нескольких старческих болезнях. Самый распространенный из них называется синдром сухого глаза. У нас с возрастом уменьшается количество и качество слезы, в глазу нарастает повреждение, и этот процесс прекрасно предотвращался и даже обращался вспять к применению этих глазных капель, в которых они составили практически как слеза, но плюс небольшие количества нашего антиоксиданта. Следующий слайд. Еще раз следующее. А, главный, потерялся. Ну, не важно. Поверьте, наслово или прочитайте на нашем сайте, в наших публикациях, аккуратно построены клинические исследования. Это никакой не БАД, не косметика, это новое инновационное лекарство. Испытания завершились успехом, показали, что действительно, самое главное, что они показали, что ускоряется процесс заживления небольших повреждений на роговице человека. А это один из старческих признаков, признаков возраста, что наши раны заживают медленно. Вот с этим похоже, что вещество борется. И этому есть очень интересные побочные действия, которые придумали офтальмологи в Кургане. Люди иногда себе повреждают роговицу не только от возраста, но и специально механически надевают контактные линзы. И это на самом деле оказалось большей проблемой в офтальмологии, что через некоторое время очень многие не могут больше носить контактные линзы. И хорошо бы ускорить процесс заживления этих маленьких повреждений от линзы, чтобы за ночь они заживали, и опять глаз был новый. Вот наш препарат помогает это делать. Поэтому там старение, не старение, но это уже некая полезная вещь. Следующий слой. В другом исследовании мы показали при совершенно другой старческой болезни, катаракте, что растет острота зрения у пациентов, которые применяют наши антиоксиданты. Тоже звоночек в ту же сторону, что похоже, что работают. Следующий слайд. И на самом деле у нас ведется огромное количество разных исследований. Мы такая сейчас уже офтальмологическая фармкомпания. Этот препарат уже одобрен, он придается в аптеках. Минздрав проанализировал результат наших клинических исследований, сказал, что да, действительно помогает, пожалуйста, выпускаете. Если офтальмологи будут его прописывать, не вопрос. Чем мы сейчас и занимаемся. Следующий слайд. Тут произошел небольшой анекдот, я вынужден его объяснить, потратить немножко времени. Мы выяснили, что как только это супервещество от старения появилось в аптеках, некоторые дамы стали его покупать, чтобы мазать на кожу. Но она тоже их стареет. Да, для многих это самое важное. Этого делать нельзя. Там, во-первых, слишком мало вещества, во-вторых, там есть консервант, который для глаза, а не для кожи. Кожа немножко сушит. Поэтому мы сделали, когда про это узнали, чтобы дискредитировать препарат, мы сделали специальное косметическое средство, в нем в 40 раз больше концентрации СККУ, его тоже можно сейчас купить в аптеках во всей России. Называется метавитан. Следующий слайд. А вот это самое интересное. Водушевленные результатом с глазными каприами мы считаем, что можно уже идти на системный препарат. И в июне этого года Минздрав выдал нам разрешение на начало первого клинического исследования на людях. То есть вот эту странную молекулу будут есть добровольцы уже в июле в Москве. И мы еще не будем следить за их старением. Они на самом деле здоровые. Минздрав сначала потребовал доказать, что они становятся хуже. Я уверен, что хуже не будет, но это надо аккуратно показать. Чем мы и займемся. Следующий слайд. Ну и вообще-то про все вот это вы можете прочитать в нашей книге. Она называется «Жизнь без старости». Это довольно претензионно. Но это и есть то самое доказательство того, что это в принципе для человека возможно. Но только хотелось бы не через 500 тысяч лет, а чуть побыстрее. Над этим-то мы и будем работать все ближайшие годы. Это одна из самых популярных, научно-популярных книг в России по продажам. Поэтому ее вполне можно найти. Следующий слайд. Ну и суть в том, это опять из нашего календаря, что нам кажется, что скорее скоро, чем рано, чем поздно, голые земляков, как нестареющее существо, поприветствуют в клубе нестареющих существ еще один вид — Homo sapiens. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Чувствую, наша идея, что все будут остальных шатрат не очень работают. Да, я вижу вопросы. Давайте попробуем. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Очень обнадеживающие данные. Но скажите, а вы сами принимаете что-нибудь на основе с кухарем? Только глазные капли. Я много работаю за компьютером, от этого не помогаю. А системный препарат, я еще не знаю концентрацию. Мы сейчас возьмем анализ у добровольцев, посмотрим биодоступность для человека, и я начну думать. Нашим по-другому спикеру, извините, дам приоритет. Спасибо. У меня такой вопрос. Вот есть вещества, вот ингибиторы ТОРа, которые используют гиропротекторы, они на мышах уже продлевают жизнь, там, на 20% некоторые, а на червях на 50%. Вот СКУ продлевает ли он все-таки жизнь, это было непонятно, каким-нибудь модельным организмом. Это первый вопрос. А второй вопрос, это были исследования, потому что некоторые антиоксиданты, например, витамин Е, которые использовали курики, бывающие с раком лёгких, у них увеличиваются риск рака. Вот нет ли таких вот негативных эффектов? Спасибо. Отличный профессиональный вопрос. Значит, вещество типа рапомицина, его растворимый аналог, который действует на некий каскад МТОР, все очень сложные слова, но это, похоже, одна из тех кнопок, как это связано с ограничением питания. Вот её пытаются нащупать, в первую очередь в Америке несколько групп, и у них вполне себе получается. Это очень обнадёжно. СКУ не продлял жизнь так сильно, как рапомицин, но он гораздо сильнее продлевал молдь с этим мышам. Не на 10-20%, а в два раза. Это довольно круто. По поводу других антиоксидантов, я вынужден был пропустить эту часть логики, почему антиоксиданты на самом деле не работают. Объясняется тем, что они не направлены в митохондрию, и это раз. Второе, они одноразовы. Если витамин Е встретился с свободным радикалом, он сам окислился и превратился в некий, ну, менее активный тоже радикал, тоже яд. СКУ устроен таким образом, что нейтрализовав радикал, он задействует электронно-транспортную цепь митохондрии, чтобы опять восстановиться в исходное рабочее состояние. То есть, если обычный антиоксидант, такой Александр Матросов, который бросается на огонь его туши, то это получается многоразовый Александр Матросов, что колоссально повышает его эффективность. И вот всех этих недостатков традиционных антиоксидантов мы всё время сравниваем в эксперименте. у него нет. Я секунду немножко сделаю рекламы. Обратите внимание, что в 6 часов в шатре Кикме будет ещё одна лекция про старение. Немножко с другим взглядом. Вот Андрей Афанасьев, и у задавшего вопрос Саши Панчина, завтра будет лекция, правда, про эволюцию. Тоже в шатре Кикме. Обратите внимание. Так, по очереди. Скажите, а препараты работают, когда их постоянно принимаете, или вот пристаёшь, а и всё угнетается. Так что прислушал вопрос, накапливается ли вещество. Нет, не накапливается вещество. Время полужизни есть такой термик, оно в два раза разваливается в организм примерно 8-10 часов. Он метаболизируется, выводится. Поэтому, если вы перестанете его принимать, то через некоторое время программа старения обратно должна запуститься, если всё так, как мы думаем. Но на самом деле это очень большое преимущество. Потому что, если мы в чём-то ошиблись, и оно вредное, но ты перестал его есть, через два дня уже никаких следов от него нет. Вопрос про мышек. Вы говорили, что там есть мыши, которые живут 600 дней, и они хорошо себя чувствуют, и сохраняют свои репродуктивные функции. При этом качество их потомства сохраняется? Да, это необходимый тест на безопасность, на тест на мутагенность, на влияние на следующих потомств. Мы его никакого влияния не обнаружим. Единственное, что потомств чуть больше. Но по разным, по крайне непонятным причинам. У меня такой вопрос. Если, положим, средний слуг жизни человека будет увеличен в два раза или более, ну такой теоретический, с точки зрения экономики или каких-то социальных изменений значительных, кто-нибудь исследовал этот эффект? Мы не можем это привести к каким-то крайне негативным последствиям, решившись пилятов? Очень хороший вопрос. Ну, опять же, если переносить наши результаты на мышах на человека, то пока там принципиально продлить им жизнь не удается. Это немножко успокаивает. Но, опять же, если так в наглую переносить получится, чтобы мы бы все массово стали доживать до 120 лет. И что при этом получится? На самом деле, я думаю, что ничего страшного. Потому что, если вы задумываете, мы это уже много раз делали. Но самое яркое было изобретение антибиотики, гигиены, санитарии и анестезии. Все более-менее одновременно было изобретено. И в результате, если в начале 20 века мы не доживали до 40 лет в среднем, то в середине и во второй плане стали доживать до 80. То есть мы удвоили свою половину жизни. И, в результате, стали только позже заводить детей. Ничего особенного. Давайте это будет последний вопрос. Уйните. Спасибо вам большое за вашу лекцию. А скажите, пожалуйста, вы наверняка проводили такие исследования. Я так понимаю, что иос Кулачева не связывается с ДНК, ведь она тоже отрицательно заряжена. То есть наверняка это первый вопрос. И скажите, если это, наверное, ингибируется продукция перекисных соединений в клетке, насколько я понимаю, а не повлияет ли это тогда на работу иммунной системы, на перекисный взрыв, там и все эти повлиения, которые у нас происходят? И третий вопрос. Может быть, у вас какие-то существуют механизмы доставки в клетку все-таки этого соединения? Спасибо. Сейчас пытаюсь очень коротко. Значит, то, о чем вы говорите, абсолютно правда. Именно поэтому антиоксиданты угнетают иммунную систему. Они на самом деле не очень полезны классически. Но вот этот взрыв свободных радикалов происходит на внешней мембране клетки. Это показано клеткой лимфоцитов. Метахондрии тут ни при чем. Мы оттуда убираем антиоксиданты, накапливают только в метахондрии. А накапливается он там, потому что у него колоссальная проникающая способность. Он проходит через любые мембраны. Он так устроен. Поэтому ему не нужна никакой способ доставки. А с ДНК, если смешать в промирку, он, конечно, свяжется. Но и в клетке они никогда не встречаются. Потому что он в клетке сидит в мембране, а ДНК там нет. Это опять же такой фокус, который его отличает от очень многих положительно заряженных соединений. Он, его соотношение ядро и метахондрия, ДНК в ядре, это самое важное, примерно 1 к 20 миллионам в пользу метахондрии. То есть его просто, его там просто нет. А можно маленькое объявление? Если вам понравилось это выступление, и как-то на память мы вам хотели бы подарить вот такие штуки. Это браслет, который продлевает жизнь. Без циркония. Показываю. Он вот так надевается на руку. И почему он продлевает жизнь? Здесь ссылка на наш сайт. Может быть, вы немножечко вспомните о вот этой всей философии, которая рассказывала, как жить чуть дольше. А еще он светоотражающий. Поэтому немножечко повышает шансы вам перейти на зебру в темное время суток, что существенно должно влиять на демографию нашего населения. Вот можно подойти ко мне к моим коллегам вот здесь и получить этот браслет. Спасибо большое. Вокруг через 5 минут у нас следующая лекция Бориса Штерна.